Этот полицейский развод, который может случиться с вами, он элементарный, простой и тупой. Вы сами подпишите себе то, что у вас были наркотики. При этом вы этого абсолютно не поймете, и вас посадят в тюрьму, и уже никакие адвокаты вам не помогут. Я расскажу историю, которая случилась со мной 4 февраля, когда меня и Андрея Воротникова незаконно задержали и доставили в отдел полиции, якобы за то, что мы не предъявили документы. Хотя на самом деле сотрудники ГИБДД, которых вызвал Андрей Воротников, отняли у него видеокамеру. Воротников позвал меня, чтобы я приехал, и нас обоих задержали для того, чтобы скрыть предыдущее свое правонарушение. Потому что полицейские превысили свои служебные полномочия, когда отнимали видеокамеру Воротникова. Об этом известная история, но я расскажу дальше. Дальше, когда нас доставили в отдел полиции, Воротникову сняли наручники, потому что он согласился сотрудничать с полицейскими. У него на руках были глубокие синяки от наручников, у него была разбитая голова, у него отняли видеокамеру, и сотрудники ГИБДД относились к нему хорошо. В отличие от меня, меня держали в наручниках, наручники были за спиной прикованы к батарее, я сидел на полусогнутых ногах в неудобной позе, и еще крепко-крепко руками держал свой тяжелый рюкзак. Таким образом, я провел полтора часа, после чего меня отвели в другую комнату, где происходило составление документа, протокол об административном задержании. Во время составления протокола об административном задержании, один сотрудник ГИБДД выворачивал мне наручниками руки так, что мне было больно, я кричал, а другой записывал все, что происходило на видео. Как нам объяснили, это делается якобы для того, чтобы не нарушались наши права. Когда они со мной очень грубо обращались, дежурный, который составлял документ об административном задержании, наоборот, был культурный и вежливый добренький такой. Так вот, дежурный, если вам попадется добренький полицейский, то он, скорее всего, вас посадит в тюрьму. Потому что, когда пришла очередь мне расписываться, я не стал расписываться. Я сначала прочитал этот документ вслух, чтобы понятые слышали. Я не согласился с тем, что там стояла отметка о том, что мне позвонили домой. Я настаивал на том, чтобы мне дали позвонить и, в конце концов, заставил дежурного позвонить мне домой. Но потом дежурный мне показал, что нужно расписаться на одну строчку ниже под списком вещей, которые у меня были изъяты. Мне сказали, что так положено подписывать под списком изъятых вещей, начиная с того места, где заканчивается последнее слово, но на одну строчку ниже. Я очень сильно удивился и отказался подписывать таким образом, как мне показали. Я расписался, написал свою фамилию в том месте, где мне указали, но в той строчке, где была опись вещей, я поставил прочерк, чтобы сотрудники полиции не могли в эту строчку ничего дописать. Если бы я согласился и подписал бы там, где мне сказали, якобы положено, то я бы, наверное, находился в тюрьме за наркотики. Мой товарищ Андрей Воротников, которого задержали, он расписался в конце, после списка изъятых вещей. Его не заставляли расписываться на одну строчку ниже. Вот это поведение полицейских совершенно невозможно доказать каким-либо образом, потому что документ, ну что документ, скажут, что Зайцев вел себя неадекватно, и он такой больной просто, и что он так расписывается. У меня вопрос к главному управлению МВД России, кто таким образом составил форму документа, протокол об административном задержании. Таким образом, что вообще непонятно задержанному, где и как он должен расписываться. Потому что его за эту роспись посадят. А нечестные сотрудники полиции этим откровенно пользуются. Я прошу главному управлению МВД России прислушаться к этому обращению, потому что, я думаю, каждый второй гражданин, которого задержали, он послушается сотрудника полиции и подпишет список изъятых вещей на одну строчку ниже, там, где ему показали, и сядет в тюрьму.